Все дела по намерениям воздаются. Сеять добро – это призвание любого верующего человека. Этим достигается счастье этого вечного мира. Субтитры создавал DimaTorzok Он смотрит. Промежуток всего 4 минуты. И поэтому мы не должны это забывать. Веришь ты, не веришь. Видишь, не видишь Бога. Он смотрит. Детство, я помню все. Слава Богу. С тех пор, как начал ползать, даже в печку за углем, когда лазил в комнату, еще на ногах не ходил. Как раз, видите ли, с лаской, с любовью воспитывали. Когда нужно, наказывали. От отца я ничего такого не видел, никаких наказаний. Он меня даже не ущипнул, даже не щелкнул. От матери перепадало, иногда и ремнем. У нас твой только был, я и сестренка. Все указания, приказания уже на листочке бумаги были. Мама и отец на работе. Каждому у нас расписано. Кому где убрать, кому суп доварить, кому воду принести, кому батнюю затопить. Я с ребятами и на улице, мы в частном доме жили. Как мы играли. Я очень любил военные игры. Заводил я был на всей улице. Он играл, и животные делал, подушки туда засовывал, и халаты одевал, и полотенца, овертывался полотенцами, играл мулой. И ходил, как будто бы старик, как будто бы за ним собака идет. Был командиром, был заводилой. Без него купаться не ходили. Без него никто никакой игры не делал. Мне громко никогда не сказал «мама». Как бы ему не было тяжело, он «мама». У меня бабушки с обеих сторон, и Шариф Аби, мать отца, и Махираби, мои матери были очень набожные люди. Махираби прекрасно читала Коран, и арабским письмом владела, но очень не могла. На нашей улице было почти что целый десяток бабаев, которые ходили в мечеть. Тогда в Казани одна единственная мечеть марджане была. Я начал ходить в мечеть, нашел книгу. Тогда никаких курсов, ничего не было абсолютно в мечети, и никакого преподавания не было. И из молодежи никого, можно сказать, не было. Я нашел книгу учебника арабского языка Сигаля. И начал изучать арабский язык, письменность. Школу 8-классов закончил уже тогда, я совершал все пятикратные молитвы. После училища я работал на заводе СК в Казани с действием по ремонту химико-технологического оборудования химических предприятий 5-го разряда. У меня был диплом с отличием, я мог без конкурса поступить в высшее любое учебное заведение. Многие отговаривали, что в Медресей не поехал. Тогда же одно единственное духовное училище было в Советском Союзе, 50 студентов, мусульман 70 миллионов было тогда. На миллион с лишним один студент был. Он поехал и в 73-м году закончил и получил направление вторым имам Хатибом в ту же мечеть, в которой пошел 13 лет. С 66-го, вот как я поехал учиться в Бухару, потом на каникулах я постоянно здесь исполнял обязанности имама, мадзина. Практику здесь постоянно всегда проходил, и летом, и на зимних каникулах. А с 73-го года по завершении Медреса Мира Араб уже второй имам, а с 78-го года по завершению учебы в Каире я вернулся и назначен первым имам Хатибом. Мы втроем служили. Тогда одна единственная мечеть на всю Казань, на миллионный город. И мы как дежурные, мой духовный наставник одну неделю проповедь проводит, а Абдул-Хабир Хазрат вторую неделю, я третью неделю. А вот это новое построение здесь есть, комната для проведения нитяха. У нас административная часть маленькая была, а вот когда вот это здание сделали, это окно прорубили уже, как дверь. Адя Хазрат. Адя Хазрат. Как будто домой вернулся. Я помню даже, как учился в КПТО. Я в Калошах, в Ичигах. Тюбетейки по городу, пешком оттуда, это на той стороне Кабана. Один единственный тогда был на пятничной молитве из молодежи. Вот здесь были полки тогда. Отец мой даже их сделал. И там были Кораны, разделенные на 30 частей. И переводы Кораны там все разозываются. 30 частей. В один из дней из Кремля, здесь в Казани, уполномоченный по делам религии, запретил. Заставил убрать все эти Кораны. Мечетняя библиотека. А люди приходили на молитву и брали. Вот по углам сидели, читали. И Коран сам читали, и переводы читали. Тавсиры. Ну вот там Шумгам поднялся. Весь народ поднялся и заставили вернуть. Перестройка закончилась. В 74-м году я был направлен духовным управлением, уже муфтием Шакир Хадрят Хиялдиновым, в Египет. Заметнейший университет Алясхар в Гостовске, который существует более тысячи лет. И закончил в 78-м году. Но моим основным духовным наставником и учителем был вот Ахмадзаки Хадрят Сафиулла Али-Шилла Ассаби. Вот все мои награды тоже здесь. Это орден дружбы Бушарько стал. Потому что все это достигнуто из-за его направления. Было время, когда и духовное училище, и выгоняли. Но я постоянно учился у него. И он дал толчок. И тому, когда я вот закончил Алясхар, было очень много предложений, чтобы возглавить духовное управление. Тогда уже Абдул-Барий Хадрят упадал в отставку. Ахмаджан Хадрят Мустафин, имам Хатыб, Московской соборной печати исполнял временные обязанности муфтии. Но он не хотел переселяться сюда, в Уфу. Мне предлагали, я отказывался. И тогда ему надо, у меня всего 30-32 года. Это и ответственность. И перед Богом, и перед народом, и перед государством. Когда Ахмадзаки Хадрят узнал, мой духовный наставник, он очень возмутился. Ты первый мой ученик. И если ты сейчас будешь отказываться, не примешь это предложение, которое поступает и от пожилых имамов, и от своих поделок религии, то это как дезертир будешь. Моего согласия и благословения тебе не будет. Вот только с этим я согласился. Субтитры создавал DimaTorzok Бог один. Жизнь в этом мире не вечная. Возвращаемся, придется ответ держать. За хорошее и хорошим, за плохое и плохим. Праведность – это знать, что Аллаху Субхану Ва Тааля видит тебя, хотя ты и не видишь. Но ты видишь все проявления Его милости. При жизни видишь. Каждый день, каждую секунду видишь. И во всех своих делах и поступках знай, Аллаху Тааля, ни одного твоего добродеяния не оставить просто так. Если оно совершено ради Него. Но из их грехи, про грешение тоже придется отвечать. Поэтому праведные уроки священного Рамазана дай Аллах сохранить и до следующего Рамазана, и всю жизнь. Посередине идут желтые звездочки, посередине. А в просветках между ними с обеих сторон маленькие желтые. На тех воротах и здесь. Те ворота. Краску нанесем. А? Нанесем краску. Делаем. Воды перестройки пошли. И сейчас, слава Богу, все мечети, которые в 89-м году заложили, через каждые 40-50 километров в каждом городе, в каждом селе есть мечети. Мире, счастья, благотенности всем желаем. Аллаху Тааля, моборак, кулсын, шаттлы, клоныш, лархан, и мащетным библиям. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Пророк Мухаммад говорил, и бабушки нам всегда напоминали, кто рано утром встает, тому Бог дает. А на самом деле по-нашему звучит, кто рано встает, тот настоящий муштиной станет, несомненно. Поэтому трудиться, нужно пораньше вставать. Сначала молиться в зарядку, у нас же не только слова, и поклоны, бег. Сейчас уже меньше, чуть-чуть надо. Харакет-табаракет, движение, благость. Мы на машине иногда даже очень часто, на тысячу, на полторы тысячи километров от Уфы, например, до Волгограда за два дня съездить, для нас ничего, слава Богу. Три-четыре города, иногда пять городов. У нас очень часто и открытые мечети, и в Башкордастане. Огромная мечта была построить соборную мечеть Пулчарих. Несколько вариантов было. Широко обсуждалась эта проблема. И приняли проект молодого архитектора, Искандар Софьюлина. Она выражает идею тюльпана. С огромным воодушевлением эта мечеть была построена. Верующие со всех концов помогали ее строить. Наши предки веками создали крепкую, могучую державу в России. Тысячи с лишним лет истории жили соседями, уважая и чтя друг друга. Уже почти что пять веков в одном едином государстве. И хранить вот это взаимоуважение и доброе сотрудничество. Сохранять межнациональный, межконфессиональный мир. И оставить это нашим и детям, и внукам. Несколько наш священный Бог. Вот эта мечеть, Ах-мечеть называется, Белоснежная мечеть, построена в прошлом году. Целый комплекс. Здесь вот и Медресе, и Резинте, и Муфтие, целый Майдан. Но оно не во внутреннем городе Булгара, а с внешней стороны. Снам не может быть разным. Он только один. Это со времен и нашего прородца Адама, алейхиссалям, все посланники Божьи доводили одну и ту же веру. И завершение ее. И Муса, алейхиссалям, Моисей. И Иса, алейхиссалям, Иисус Христос. И пророк Мухаммад, саллиллах, алейхиссалям, завершающий. Ему было неспособно священное писание. Аль-Кур'ан, аль-Карим. И вот до сюда дошли трое из подвижников пророку Мухаммаду, алейхиссалям, во главе Зубаря Ибнаджада, раздаваллах, алейхиссалям. Традиционный ислам и означает тот ислам, который поняли наши предки. Приняли из уст с подвижников пророку Мухаммаду, алейхиссалям, поняли его всем сердцем и разумом. И сохранили более чем 14 веков. Вот это и стало нашей традицией. И поэтому сюда со всех концов приезжают люди, познакомиться с историей, помолиться, вспомнить предков. И сейчас, как говорят, зарядиться. Страна у нас многонациональная, многоконфессиональная страна. И никогда я не слышал, чтобы кого-то он обсуждал. Никогда. Он наоборот влияет так, чтобы все мы, мы единая страна. Мы многонациональны, но мы единая страна. И терпимости призывает. Священный пророку Мухаммаду, его печатали в Италии, в Риме. И занесен к нему рекордов Киннеса. По-моему, около 700 килограммов. Это не просто какие-то экспонаты. Люди приобщаются к святыне. Учатся терпению, учатся любви. Сейчас мы идем к основанию древнейшей мечети, первой мечети в нашей стране. И здесь молились наши предки. А была она разрушена в итоге Батыевы нашествий. И первым делом они разгромили булгары. И вот эту мечеть. С тех пор она разрушена. Вот рядом построен православный храм. Вот это направление в Мекку, Кевла. Сейчас уже здесь много что отреставрировано. Минарета не было. Когда Петр Первый посещал, он еще был. А потом из ближайших сел разобрали на бане, на печке. Я здесь совершенно летаю. Ног не чувствую, себя не чувствую. На самом деле это называется благодать, которая от Бога. Когда человек чувствует себя, самого себя, и благодать Всевышнего чувствует. Здесь похоронен удивительный человек. Уранья Австай. Она дожила до 100 лет. Всего два месяца. Оставалась. Исполнение ей 100 лет. Она из рода духовных наставников. Вот это ее посов. А ей через 8 поколений было передано. Память замечательная была. Не слушал ни радио, ни телевидение, но все, что происходит в мире, знал. И нам Мафтин тоже говорил. Только если вместе будете Всевышний, поможет вам. Иначе благодати и помощи Всевышнего не ждите. Разброд и шатане только приносит бедные стороны задние люди. Говорила она. Пусть Всевышний упокоит ее душу. Есть такие праведные люди, Всевышний, несомненно, их молитву принимает. И молитву родителей о детях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Больше засчитывается, когда он сам. Означает готов к смерти. Субтитры создавал DimaTorzok У него края есть, ведь вот это надо тоже запрятать. Прекрасный должен чувствовать человек. Чем больше он это чувствует, и одно из имен Всевышнего, Аль-Джамиль, прекраснейший. Пророк Мухаммад, саллиллах, алейкум, говорит, «Инна Аллаху Джамиль, он юхабб аль-Джамаль». Всевышний прекрасен, изумителен и любит красоту. И в жизни это пытаться делать. Жилище, и двор, присадебный участок, рабочее место. Вы знаете, на Востоке многие мужчины умеют готовить. С самого начала сказать, «Бисмилляхи рахмани рахим», именем Бога, все будет вкусно. Я и учеником по уроку, и на сотни людей готовил. Когда в Египте учился, сам каждый день себе готовил. Не только для себя, и для своих друзей, и одноклассников. У меня каждый день в комнате Стутинской, в общежитии, вожжая компания была, все на плов или на манты проходили. Ну, самый секрет, вот, когда на улице делается, на открытом огне. Очень шикарно получается. На газе тоже можно, на газе. Но самый шикарный тут получается. Дети напомнили, сегодня годовщина, нашего никяха. 45 лет. Неполнился. 19 лет было, 20 еще не исполнилось. Одна из основных опор, пророк Мухаммад Алисалям, говорит, праведная супруга, это половина твоей веры. Половина веры. Остальную половину, сам смотри. Вот вы говорили, любовь, любовь. Это ведь не просто ласки друг к другу. Обстановка такая должна быть. Взаимопонимание, согласие, друг друга поддерживать. Это передавать детям. дорожить этими семейными отношениями. И с детьми, и невестками, аль-хамдул-ля. Очень доволен, и мы с супругой молимся о его счастье, здравии, и чтобы и после нас они совершали и добрые дела, и вспоминали в молитвах. Вторая невестка младшего сына поехала в город, и дочке, говорит, тогда ей три с половиной, а меня, говорит, пристегни ремень, везде милиция. А она, нет, мама, говорит, милиция не везде, бог везде. Алла-ля, везде. Детей пятеро. Вот семья же, говорят, семь раз я вот, две дочери, и трое сыновей. Старшей дочери уже, страшно сказать, пятый десяток. Ну, а еще она месяц-полтора тому назад родила шестого сына, слава с Евшиму. У нее одна дочь, пятеро сыновей. А внуков уже сейчас четырнадцать. Три внучки, старшие уже замужем длина, а младшие, и одной вот, четыре года исполнился, и самой младшей, а еще ей полтора года. И вот внук родился, Абдул-Карим, на днях. Ну, ждем еще. Спасибо. Ну, сразу схватило. Все здорово, что халяльное. Ну, предел должен быть. Пророк Мухаммад Алисайям говорил, одна треть для пищи, одна треть для питья, одна треть для воздуха, чтобы дышать. И тогда никаких болезней не будет. И он говорил, когда встаешь из-за стола, у тебя еще желание должно быть несколько кусочков съесть, но не трогай это. И врачи тоже самое говорят. А пророк Мухаммад Алисайям, 1400 лет тому назад я тоже провел. Аминэ, саламу алейкум. А что тапочки не взяли? Да, да. А, саламу алейкум. Здравствуйте. А, Мухаммад? А, Сенцов? С чем поздравляешь? 45 лет, Савиаса. Женит мой? И тебе, дай бог. Это Али. Сторой сын, дочери Зульфии. Наверное, трудно представить себе более в первую очередь, наверное, терпеливого отца, во вторую, более интересного человека. Конечно, очень многому мы у него научились. Наверное, еще большему предстоит научиться. В детстве, конечно, он очень много ездил в командировке. Общаться с ним удавалось, наверное, не так много, как другим детям. Очень ярко запомнились наша поездка с ним в Санкт-Петербург, например, да, мы были детьми, ездили поездка в Сочи. Чем она вон запомнилась? Ну, во-первых, это были довольно редкие моменты, когда мы общались так долго, то есть, да, целыми сутками. Во-вторых, мы собирались все вместе, мои братья, сестры, родители, посещали очень интересные места. Ну, и на самом деле, он сам по себе очень жизнерадостный, веселый человек и умеет найти общий язык, наверное, не только со взрослыми, но и, в первую очередь, наверное, с детьми. И мы вот судим уже по своим детям, как он общается с внуками. Продолжение следует... Опа! О, яй-яй-яй! Попалась, попалась. Вот, значит, ага. Ну-ка, где, где, где там? Иди, давай, сейчас. Раненый, раненый, иди. Кель, кель, кель меня, кель. Помоги, попалась. А, вот это кольцо потерял, кольцо. А, вот, 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 вот. Ага, ага. Не сгорел. Не сгорел. Не сгорел. Когда мясо большими кусками, оно сочнее получается. Некоторые мелко нарезают. Оно теряется потом вообще. А так вот, большими кусками, вот, сочнее будет. Ага, давай тут. За ним, как за каменной стеной. Я никаких проблем не знаю. В основном все. Ну, все лежит как бы на нем уже. Я дома по хозяйству. Он в основном. Все на нем держится. Даже не любовь уже. А, вот, кто-то больше может перестать уже. Как бы мы друг без друга уже не представляем себе. Ну, а зиму очень люблю. Весну люблю. А как не любить? У каждого свое. Вот я в Египте учился. Там только одно время погоды. И зима, и лето ничем не отличает. Только жара или больше, или меньше. А у нас благодать Божия. Мы собирали наших родителей, собирали всю улицу, чтобы показывать какие-то спектакли. Естественные спектакли были такие, достаточно духовно-нравственного, скажем так, воспитания. И вот на эти нами заработанные деньги, мы, при том наши родители доверяли ему, мы всей улицы собирались, дети уезжали на 2-3 дня в походы. Вот такой он был организатор. Я, например, всегда говорю, если бы он не пошел в духовенство, он был бы давно уже большим генералом. Вот это вот просто сравнение идет, видимо, за ним. Мы, когда были в те периоды старшие классы, да, ну для того, чтобы, как говорится, собирать всех, строить, у нас какие-то определенные чины были, естественно. Он у нас был для нас главнокомандующий, так как сейчас. Оружие украшает мужчина. Он должен уметь им владеть. А холодное оружие я с детства люблю. И сам еще в детстве делал. Он хранит свои мети, и я не утянулся их. Идемте за мной, пока за мети. Вот тут мети дедушки. Подовно он сложался и вот. Шайтан. Древний меч, кавказский. Еще во времена Шейха Шамида был. Вы видите тут с аятами. Отношение к животному миру, к природе. Это заложено в каждом человеке. Это все создание и творение Бога. Вот вы говорите, к прекрасным животным. А какие из них не прекрасные? Все соразмерно созданы. Будь то комарик или даже муха. Это помогает человеку и познать Бога. Как бы это банально не звучало, но знание окружающего нас мира укрепляет веру человека. Дедушка очень любил на коней. Несколько коней берли. Поле выйдет вообще без ума побежит. Оригинальный баню делал. Что дровами топилось. Экологически чистые, полезные. Как, как? Вот с этой стороны держать невозможно. Там нету ручки. Значит, отсюда надо держать. Вот это сейчас болгаркой уже чистят. Болгаркой. Суруп такой заказали. Икруша, у него тоже размер есть. Чтобы соразмерный был. Уголь, наклонный. Что не знаю, в книги смотрю. Видели там, как строить дом, как строить баню. Если человек не будет учиться, откуда он наберется опыта? У всех и всего должен учиться. Изумительная книга. Всем нам завещана Россия. Какой бы у нас ни принадлежали, хранить и беречь родину. Ну, два-три дня читаю. Каждый день приносит что-то новое. Каждый день. Это и в наших отношениях с людьми. Вон сколько воды натекло. Да, понятно, что прошло. Какая помеха. Наоборот, хорошо. Видите, как свежо. Паровые камеры будем делать. Вот, смотрите, вот. Вот так. Дветочку делаем. Внизу какой водоостаток осталось. Здесь, как паровая камера будет. Чтобы весь рис одинаковый. Все. Сейчас вот огонь нужно уберегать, чтобы не сгорело. Так, эти лепестки. А теперь какие репестки. Хемкер, накопок. Вот 45 лет тому назад я тебе лаванику нашел. Понравился, нет? Да. Вот моя дочка. Зульфия. Одна из. Зульфия. Сейчас в школах уже предмет преподавания основ культуры традиционной конфессии – это реальность дня. Мы готовим сейчас священников не только для наших общин, а для службы имамами в армии. Четыре духовных служителей имамов уже в армии есть от мусульман. И мы их уже готовим из отставных офицеров, которые приобретают и знания по религии. Я, 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 фамилия, имя, отчество говорили, выпускник, 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 российского исламского университета, российского исламского университета, центрального духовного управления мусульман России, центрального духовного управления мусульман России. Смеклянусь клянусь Всевышним Аллахом Всевышним Аллахом В Аллахи Билляхи В Аллахи Билляхи Искренне хранить верность священному Корану Искренне хранить верность священному Корану Единство права верных в сохранении традиционного ислама, так как было завечено нашими предками. И, смотря на все перепитии последних двух десятилетий, мы все вместе противостояли проникновению радикальных течений и экстремизма в нашу духовную жизнь. И затем, иншаллах, в единстве, как повелел Всевышний Аллах, «Ваатасиму бихабли дляги дямиам ва ля тафарраку» мы должны приложить все усилия чтобы в нашей стране сохранить мир и согласие. Без этого никакого духовно-нравственного возрождения быть не может. Настоящий диплом выйдет с Алиховой Юлией Эдуардовной. Все было. Все было. Даже полчаса не могли спать за ночь. И такие дни были. Все пережили. Слава Богу. Но Бог нас не бросил. Если ты на правильном пути, Бог никогда не бросит. Никогда не бросит. Испытание, конечно, есть. Испытывает Бог нас. Как вот тряпку сжимает. Вот так испытывает. Кто на этом пути. Так вот испытывает. Через игольное ушко пропускает. Если ты выжил, заслужил, значит, ты пошел. А и так, если поверхностно, будет, будет, не будет. Такие уходят. Кто только всем сердцем, всей душой служит Богу, тот уже достигает своей цели. Вся жизнь – это дорога. Мы по этому пути идем. И, несомненно, приближаемся к Богу. Можно еще и при жизни быть близким к Богу. А все очень так и так он близок от каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok